Всем здрасте! И потный вам обзорский привет! Жаркая пара сессий и написание диплома в самом разгаре, но можно вполне дать себе отдохнуть минут 10 и посмотреть, что новенького обнаружилось на мобильных девайсах в плане игрушек. Сразу скажу, нашлось и крутое, и так себе. Но удалось вступление, переходим к сути. Игрушки по фильмам. Они уже давно заслуживают отдельной жанровой категории. Хотя бы в качестве предупреждения, мол, лучше не суваться. Ну а пока таким предупреждатором выступаю я. Терминатор Genesis Revolution совершенно недостойна вашего внимания, поскольку является скучным и некрасивым тиром. Делать тут ничего особенного не надо, кроме как отстреливать волны врагов, что очень уныло и однообразно. Напомнило, кстати, недавнюю темпу от создателей так себе шутанчика Brink. В общем, все, что нужно делать в Генезисе, это стрелять наступающих врагов, выбирая оружие среди имеющегося арсенала. А, еще надеяться, что приложение не вылетит, например, во время взрыва, как у меня. Ну а между короткими и скучными миссиями прокачивать имеющиеся пушки. В общем, что-то мне рассказ про Терминатор Генезис Революшн тоже очень хочется сделать коротким и скучным, потому что рассказывать тут, по сути, нечего. Как всегда, скачать бесплатно можете и сами. Это убожество доступно как на iOS, так и на Android. Если думаете, что дальше мы покажем что-то более достойное, то подождите. Давайте вот лучше начнем с не очень, а закончим классным. Итак, еще прошлым летом я рассказывала про прикольную Z-Hunter. Напомню, вы тогда отстреливались от зомби, заняв уютную позицию. Фактически тир, но довольно увлекательный и с приятной картинкой. Так вот, Dead Among Us — это получается копия. Вот только вместо огнестрельного оружия у нас в руках будет лук в различных модификациях. А в остальном задачи те же — устранять наступающих живых мертвецов на каждой из локаций. К сожалению, звучит оно, может, и ничего, но на практике реализовано так себе. Управление довольно неудобное, в том плане, что целиться не очень комфортно, и попасть в цель трудновато. Хотелось бы, чтобы челлендж состоял не просто в том, что время отклика на ваш тап слишком велико, или чувствительность повышена, из-за чего движения становятся размашистыми. Ну и картинка здесь, как вы уже сами видите, оставляет желать лучшего. Пока Dead Among Us доступна лишь на iOS, к слову, совершенно бесплатно, но разработчики скоро обещают ее появление на Android. Кроме того, внезапно обещают в будущем поддержку Oculus Rift, типа чтобы стрельба из лука была более впечатляющей. Но, к сожалению, это явно игре не поможет, да и кажется, по крайней мере сейчас, не более чем маркетинговым ходом. Так что пока скачать ту же бесплатную Z-Hunter имеет больше смысла, она хотя бы забавная. Ну и достаточно уже об унылом. Давайте переходить к более приятным участникам сегодняшней передачи. Давненько у нас тут не было LEGO, поэтому я решила, что выход LEGO Ninja Go Tournament на Android это отличный повод рассказать о существовании такой игрушки. Выходите на арену и сражайтесь с наступающими волнами врагов и мощными боссами. У вашего героя есть в распоряжении различные атаки, а также хитрые приемы, которые помогут одержать победу. Например, суперспособность или же возможность захватить противника руками. Еще можно подпрыгнуть и оглушить толпу на время. На первом этапе доступных персонажей не так много, но со временем они будут разблокированы. Главное, уничтожайте волны полномерно, продержитесь максимально долго и получите как можно более высокую награду. Жалко только, что в игре нет мультиплеера, где можно было бы устроить избиение реальных противников. Ну или претерпевать побои самолично, тут уж как пойдет. В любом случае, LEGO Ninja Go Tournament совершенно бесплатно. Бегите качать на Android, ну или на iOS, если у вас ее еще нет. Еще одно развлечение по принципу «чем больше, тем лучше» — это испытание реакции скорости под названием гиперскуэр. Задача здесь — сделать так, чтобы фрагменты совпали с отведенными для них фигурами. При этом начнем мы с того, что просто будем двигать их пальцем, а дальше потребуется и растягивать, и поворачивать, и все это вместе делать в различных комбинациях. Главное, как можно быстрее, лишь бы время не вышло. Вот так оно все просто и в то же время гениально. Ну то есть просто на словах, а вы лучше попробуйте. Испытать свою реакцию смогут обладатели девайсов на обеих основных платформах. И между прочим, на Android совершенно бесплатно, а яблочникам обойдется в каких-то 59 рублей. В 2012 году Свет увидела игрушку под названием «10 миллионов». Суть ее заключалась в том, что герой должен был сбежать из подземелья, в котором оказался, но происходило это лишь в случае, если он соберет 10 миллионов очков за один раз. А это, ой, как непросто, ведь во время забега, а суть еще и в том, что герой все время бежит вперед, ему навстречу попадаются различные объекты, то враги, то ящики сокровищ. Вот я, кстати, плавно так перешла к геймплею «You must build a boat» – игры, который является сиквелом к 10 миллионам. Так вот, забег, препятствие – все ровно так же. А избавляемся от препятствий мы довольно забавно. С помощью той самой игры три в ряд. Надо сказать, я действительно приятно удивлена реализацией, и здорово, что из такой вроде бы заезженной в плохом смысле идеи можно выжить нечто весьма хардкорное. Так вот, атакуйте монстров путем сбора в ряд нескольких квадратов с изображениями меча, или, например, заклинания. А чтобы защититься от атак, выстраивайте в линию щиты. Разбивайте сундуки, подбирая к ним ключи, безусловно, так же составляя их в ряд. Прокачивайте себе здоровье ровно таким же принципом, как и во всех предыдущих случаях. Надо ли говорить, что это сложно и получается далеко не с первого раза? Думаю, оно и так понятно. Перед забегом можно прокачаться, увеличив урон, который нанесет ваше оружие. Или вот еще активировать спасительный квадрат с какой-нибудь обилкой во время боя. Но не сильно обольщайтесь. You must build a boat отнимет у вас порядочно времени, сил и нервов. Ну, а она того стоит. Ищите за 169 рублей в Google Play и Apple Store. Ну, вот и все на сегодня. Надеюсь, что про главный хит, а именно Хитман Снайпер, вы уже все узнали из последнего выпуска Игра Зора. Если нет, то идите скорее приобщайтесь. Ну, а я прощаюсь до следующего выпуска. Всем счастливо и до встречи на StopGame.ru! Субтитры подогнал «Симон»!